Так говорит Создатель Благовест Люди умирают, а души их, освобожденные от обязательств материального мира, рвутся ко мне, а через меня в духовный мир. Но не все души проходят благополучный экзамен на самосовершенствование, если хотите на зрелость, потому что не выполнили свое предназначение на земле. Возникает вопрос, как быть с этими людьми и как быть с их душами? Вопрос сложный, и в этом случае я внимательно рассматриваю, как на судилище, все аргументы за и против. Я внимательно смотрю на то, как проходил экзамен человек у лукавого, какие аргументы он противопоставил искусителю, что получилось и что не получилось. Мне важно знать, была ли и есть ли искорка надежды на прозрение человека, на исправление души его, на возможность совершенствования личности этого человека. Важная задача определить по результатам пребывания человека на земле срок его пребывания и необходимость возвращения этого человека в материальный мир. Если я вижу, что не исправляется человек, душа его, если экзамен у лукавого не сдал человек и упрям, как осел, в выборе ценностей жизни и упорно держится за материальные блага, я не даю положительной оценки душе его, и она отправляется вновь на испытания, но уже в духовном мире. Она получает наказание и не попадает на отдых в духовном мире, а отправляется на круг наказаний, что, по-вашему, называется адом. Это низший уровень духовного мира, где упрямые, непослушные души людей наказываются очередным кругом проверки на земле. Я хочу, чтобы люди поняли, что пребывание на земле не есть благо для вас. Не может быть благо в испытаниях, а благо и благодать я даю людям, их душам, только после успешного завершения проверки у лукавого. Только в этом случае вы получаете благодать от меня и помощь мою, когда я вижу старания человека, вижу рост его личности и вижу, как преодолевает он трудности потом и кровью. Я помогу этому человеку обязательно и поддержу его в трудную минуту. Я много раз повторял в откровениях, что вы все у меня на виду и скрыться не имеете никакого шанса. Я прекрасно вижу, на что способен человек и какие мысли руководят его поступками. Нет тайн у вас от меня. Я вижу вашу жизнь и знаю, что будет завтра. И это очень важно. Какое будет у вас завтра? Очень важно, я говорил в самом начале откровений, что путь совершенствования развивается вверх по спирали и нет возврата к прошлому. Это движение вперед ко мне, к вере в меня, очень важно, потому что в душе такого человека я могу выстроить мою пирамиду на основе веры, любви, надежды и мудрости. Поэтому проверку я начинаю с веры. Была ли вера в меня, в мир мой и вечность мою? Это первый экзамен. Он очень трудный и очень важный, как для человека, так и для души его. Если я вижу, что зерно попало на благодатную почву, я потерплю и дам возможность этому человеку еще раз попробовать исправить ошибки самому или с моей помощью. Я даю, как правило, этот шанс. Я могу продлить жизнь этому человеку либо в момент перехода на границы миров, либо отправлю его через короткий промежуток времени вновь на землю с новым заданием, с новым предназначением от меня. Я еще раз подчеркиваю и усиливаю внимание людей. Ваше пребывание на земле не есть благо от меня. Это есть моя проверка вас. И это по моему указанию лукавый мучает вас изощренно, предлагая все искушения материального мира. Он испытывает вас, отвлекая мирскими пороками, грехами, медными трубами, от задач, поставленных мною перед людьми. Их душами на настоящий период пребывания на земле. Он выдумывает всевозможные искушения и соблазны только для того, чтобы вы не смогли выполнить мое предназначение для вас и души вашей. Ведь совершенствование души вашей есть путь ко мне. Но из-за лукавого этот путь тернист, и не все могут пройти это испытание успешно. Слаб человек. А искушение так сладко, так приятно. И не может устоять человек, не может отказаться от услуг лукавого и попадает в капкан страстей. И тогда материя начинает управлять духом. Проблема только одна. Насколько низко упал человек, и как нагрешил он на земле. У вас у всех еще от Адама и Евы тянется первородный грех. Он есть во всех людях. Этот грех на земле, куда вы возвращаетесь от меня. Поэтому, возвращаясь к библейским истокам, говорю вам, вы все в грехе. Но вопрос только один. Насколько грех исправим? И есть ли надежда на спасение? Вот мой главный вопрос и моя задача дать объективную оценку пути вашему земному и уровню совершенствования души человека. Мудрость я даю, как и Моисею, только тем людям и их душам, которые прошли испытание лукавого и выполнили мое предназначение для настоящего этапа жизни на земле. Вот и получается, что жизнь человека не подарок, а череда испытаний, которые наваливаются на него. И есть тернистый путь, мною предначертанный, который необходимо пройти. Самое трудное для человека это понять свое предназначение на земле. В этом случае помощи от меня нет и не будет. Это выбор человека определить, понять свой путь. Выбор пути в материальном мире остается за человека, но при этом главная его задача есть совершенствование его души. Если человек идет к вере, если он старается быть праведным, он всегда выберет правильный путь своей жизни. Повторяю, мое главное задание для человека есть совершенствование его души. «Если человек в вере и совершает праведные поступки, поверьте мне, он выдержит все испытания у лукавого и поднимется на следующий уровень развития личности своей и души своей. Люди должны запомнить, земля есть полигон испытаний для будущего вашего в духовном мире. Это самое главное». Если помнить об этом постоянно, тогда все испытания становятся проходными, потому что перед верой и любовью все негативное отступает. Отступает и лукавый. Вот тогда человек становится творцом души своей вечной. Это важнее всех построек материального мира, потому что все тленно, кроме вечной души, над совершенствованием которой должен трудиться человек постоянно. Это его главнейшая задача. Только в вере постигаются вечные истины и открываются возможности человека бескрайние и надежда достичь в развитии своем подобия Бога. Я со своей стороны всегда помогу этому человеку. И наградой ему будет мудрость моя. Мудрый человек – это уже человек Бог, и перспективы его огромны. И место ему рядом со мной, в моей вечности. Вот когда есть благодать моя и благоволение мое. Только тяжелый труд над собой откроет врата духовного мира, рая для человека. Ради этого будущего, ради светлого будущего нужно отдать все силы и знания, которые я даю вам. Труд во имя веры есть ключ счастья и будущего человека. Только в вере и любви приходит прозрение и надежда на помощь мою встречу со мной в духовном мире. Благовая веста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова